и вот мы вновь продолжаем там же где мы остались с вами пивной каннибал и мы продолжаем чернобылит одну секундочку сейчас включим наш записной приоритет чуть чуть повыше в надежде что это улучшит сам процесс и пойдем дальше со всеми мы уже поговорили в прошлый раз и опять по теории включаю посмотреть нет ли чего-то новенького и кроме еблища нашей любимой мы ничего не видим то что мы уже видели в первых эпизодах сейчас слушаю я умею делать небольшие точечные заряды само то чтобы самки срывать да полезная штука но мне нужно чтобы ты собрал пластид оставшийся после операции с радаром дуга кажется дело стоящее я человек практичный херни не предлагаю я собрал первую бомбу когда мне было 8 могу сделать взрывчатку с чего угодно и как же такой вундеркинд оказался здесь короче я оставил немного пластита в старом укрытии принеси его а дальше я все сделаю готов конечно я отмечу здание на карте это на территории радара дуга говно вопрос пошли ка сделаем что михуил нас просил помнишь дружище попросил посмотреть на твою важную шишку вот сейчас пойдем кстати посмотреть на его важную шишку звучит как-то не так погнали кого пошлем ты не сюда ты иди сюда и ты у нас пойдешь сюда так а последний счет и просто отдыхай вот сейчас михуил он должен быть прикол с михаилом все не так как кажется во что он втягивает тебя в этот раз нар плавает в мутных и темных водах ты уверен что сумеешь отличить крупную рыбу от кровожадные акулы конечно уверен от огромной медузы наверно было бы более актуально идем оба что-то здесь есть пиздуем вот сюда чувствую куча наровцев но я надеюсь мои ловушки сработали или они пропадают когда наровцы появляются вот хуй пойми типа ловушки можно использовать только в тот же день хотя наши первые ловушки до сих пор остаются на том месте где их поставил с начала игры все это очень интересно интригующе и непонятно давайте пойдем сюда и потом налево травушка уже костры лежат по обе стороны где только не был ок нам надо сюда сюда здесь поди сидят злые наровцы упа внимание внимание хорошо все что ли ладно у меня такое ощущение они типа привели меня сюда потому что здесь есть какой-то лут но типа вот этого всего по-другому я больше не понимаю зачем мне сюда было приводить травка трава настолько важно еще и паки собираем вы смотрите кстати здесь ни одной ловушки давайте поставим ловушки радиационный фон кстати если вы будете ставить вот эту хрень оказывается она работает для всей зоны это здорово поставим вот эту еще одну сюда зачем вы спросите да так на всякий пожарный ух ты сколько всякой поебени здесь ловушки то они буду ставить хуй с ними хотя одну наверное можно поставить ставим одну сюда заминируем улицу к хуям как говорится вдруг пригодится прикиньте реально пригодится когда нибудь поставим так и еще одну вон туда скоро вся зона будет тупо в моих минных стоять если они не пропадут с появлением наровцев а мы узнаем вот чем прикол но надо понять пиздуем вот туда знак я не пропагандир не пропагандирую алкоголь но я скажу так ребята под пивко ух игра намного веселее я на месте только что то не вижу тут отличного обзора где вышка и хотя бы и холм а ну да но тебе не нужно вышка там контрольный модуль рядом найди его и включи запуск производится только после того как найти кодек информация ух ты нихуя себе пошел что это за штука михаил ты чего то не договариваешь и где эта большая шишка скоро будет пролетать на вертолете тебе нужно только запустить систему ПВО она автоматическая дальше сама разберется крутяк скажи это еще советская технология вообще случайно нашел и не говори что ты не в восторге от моего плода что ты хочешь чтобы я сбил вертолет ты блин головой ударился кто на борту я в курсе что мы хотим прищучить нар но сбивать неопознанные цели это военное преступление не мы собьем я через столько прошел а я не могу сейчас отступать нельзя такой удар выведет нар из равновесия отвлечет я смогу выиграть время смотри дружище считай что это типа обряд инициации от дяди Миши шки вот если мы накосячим то всегда можем это поменять уууууу Найс я знал что у тебя душа убийцы милый мой палач глянем кого мы тут захуяли бля пойдем глянем кто тут погиб на помощь я здесь это георгий а тяжело дышать и что-то с ногой пожалуйста найти какие-нибудь лекарства помоги мне ты мог оказаться в этом вертолете только по одной причине ты не просто ученый и здесь главный кукловод пожалуйста я всегда хорошо относился к тебе и татьяне не дай мне умереть хватит врать я вытащу из тебя правду рассказывай все что знаешь и возможно я оставлю тебя в живых татьяна ты же ищешь ее так она здесь она жива пожалуйста мне нужна помощь надо тебя отсюда вытаскивать нет уходи поисковый отряд будет съесть минуты на минуту они они убьют тебя нормально вроде не на косячу чего где поисковый отряд я хочу с ними попиздиться он не зря я сюда пришел это я слышу каких-то да 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 бля так и думал что дробовик тут не поможет ну отлично то что надо еще один эти пульники жесткие ребята но мы их расхуярили как раз и травушку собрать все кто играется помните собирайте травушку и грибочки полезная херня у нас еще бункер есть вот это тоже надо было сейчас отсюда сможем отправиться прямо туда а еще и не открывал даже лучше типа улучшить ну у нас уже улучшено до макса по моему да это нам ни к чему все как-то охуенно сработало так проверим психика более-менее что это у нас тут сидим и вот у нас есть что-то для хп пойдет пойдет все мы готовы поехали на базу это было довольно таки простой задачей но не менее интересной я кстати предполагал что мы этого собьем ты ты блин меня обманул удают вы посмотрите на него строит из себя обиженного мы такое дельце провернули вдвоем ты этот день еще столько раз вспомнишь точно тебе говорю зачем ты хотел убить семёнова а я не хотел я думал там будет козлов это он у меня номер один в списке зачетно откуда ты узнал про эту систему ПВО тут раньше был секретный объект им же нужно было как-то разбираться с американскими самолетами разведчиками так карты на стол чем тебе нарна солила за что ты так их ненавидишь козлов и его люди камня на камне здесь не оставили они думали им все подчиняться они схватили нас пытали застрелили моих друзей в лоб в упор а меня отпустили типа в наседание другим ну что что дальше Игорь вот ты нормальный чем не хуел ты мой любимый конечно оставайся знаю мы часто расходимся во мнениях но тебе и правда лучше остаться ты нужен мне здесь да уж твоя правда и лучше бы тебе об этом не забывать если бы не михуел я тут не играл даже а у нас есть пластина и все держите да вообще двойной паек вам всем ты бейся здрасьте привет миша хотел у тебя спросить давно ты в зоне много лет точно и не помню временами было жарковато если ты понимаешь о чем я но такое ощущение что я тут целую вечность ты всегда был сталкером не всегда да до этой жизни я другими делами занимался реально опасными жуткими делами я заинтригован ну хочешь жить умей вертеться верно я говорю я собирал и продавал чернику что опасного в сборе черники а вот ни хрена то ты не знаешь профессор но добрый дядя михаил сейчас тебя просветит в чернике радиации до жопы и в грибах тоже я работал с одним парнем пограничником он досматривал все грузовики и тягачи которые светились красным на радиационных мониторах когда я его только встретил он реально срал кирпичами думал кто-то пытается грязную бомбу в евросоюз провести вот только это была не бомба а сраная черничка из припяти боже они норму в 4-6 раз превышали так точно сэр сразу конечно не убьет но и здоровья не прибавит даром что антиоксиданта в ней полно любопытно канал в итоге перекрыли ха нет конечно просто ребята которые вывозили чернику начали подсыпать туда ягоды почище чтобы не так красно было и тревога не срабатывала вот так зараженная черника попала сначала в Польшу а потом и в остальной евросоюз какая ирония в конце концов чернобыльской катастрофы отведали все пиздец конечно михуил ты блять вот нахуя людей кормить отравленными ягодами а да привет Игорь ты что-то хотел спросить я сейчас свободен Сашко это украинское имя раньше меня звали Саша моя мама была украинкой а никчемный алкаш папаня был русским я родился и вырос в Москве там и узнал все о темной изнанке города я научился выживать на улице связался с бандой заботился сам о себе но я такой был не один мы с братом Русланом всегда друг друга поддерживали это ужасно грустно дети не должны жить в таких условиях так бывает когда доверяешь системе в конечном счете доверять можно только себе и своим товарищам что стало с Русланом почему вы не вместе я все еще его ищу долгая история надо только решить что делать дальше если что обращайся я помогу привет Сашко ты же парень опытный может ты меня чему-нибудь научишь ну там как жить на улице хорошо я тебе расскажу кое-чего могу и показать но без практики толку не будет да дробаш качаем дробаш отлично я готов учиться дробаш и так у нас бешеный привет партнер сегодня я научу тебя обращаться с дробовиком этот малыш может задать жару и сбить с ног даже самого крепкого противника но я думаю ты это и без меня знаешь ты ж боевики смотрел особой меткости эта штука не требует что уже плюс разброс у дробовика серьезный так что очки можешь оставить дома теперь к делу стреляй когда будешь готов идеально но приемлемо под моим руководством ты еще станешь достойным стрелком думаю я кстати между тем думала нового разброса мы уберем надо было не прицеливаясь ебашить но пойдет как дела профессор давай снаряжение перетряхивай сколько душе угодно давай значит интересно способностью боевая какая изобретательность восприятие чем это лучше то давай давай дробаш раз на дробаше меня учил бери дробаш и ебаш текс откинуть что у нас лишнее у нас лишнего да особо ничего если я правильно смотрю все заебись ну ладно переработаем пару вещей здесь вот это нам не надо это нам тоже не надо все отлично текс пластина она тоже нахуй не нужна мы поняли что и без брони пока что нам нормально сейчас поговорим с оливером итак дойдем до оливера но друзья хотел сказать значит у нас интересные тут типы собрались оливер самый такой серьезный по моему мнению ну как все вот военные там конечно я знаю некоторых которые высоких чинах но они капец не серьезные даже меньше меня хотя бывают у них серьезные такие спазмы потом у нас есть волчица она тоже что-то из себя представляю фемку серьезную красивый король ну и михуил этот а сашко вроде более-менее на расслабоне что случилось Игорь ничего не случилось привет Игорь как поживаешь нормально а ты как но я подумала что наверное задержусь тут подольше и короче мне кажется этому месту кое-чего не хватает например женские руки очень смешно нет эту дыру я для тебя в человеческий вид приводить не буду и готовить тоже не собираюсь это не моя работа я охотница фемка ебаная блять а я тогда кто домработник Слушай, у каждого из нас на этом складе что-то получается особенно хорошо у тебя видимо здорово выходит перебирать мусор и мебель и кормить нас так что выходит у нас домработник а что в этом плохого эх да ничего наверно а ну если бабе это сказать так это плохо Мог бы ты привести это место в нормальный вид И сообразить на обед что-нибудь поинтереснее Чем обычно Ну это же готовые пайки Что я с ними сделаю? Не-не-не-не-не Как говорил Матвей, было бы желание и все такое Ну в общем, ты разберешься Это вряд ли Но спасибо, что сообщила о моих многочисленных недостатках Я вообще нормально, блять Этой Фемке скажи готовить она не будет И так же делать что по-женски Не-не-не, это, блять Женщины Это деградирующее плохо А ты, сука, домработник, блять Все это строишь, хуяришь Товарищ-собиратель мусора И кормильщик наш Это как бы нормально Ну нихуя, блять Прихуела баба Давайте поставим костер Вот я его поставлю рядом с тобой, сука Вот, чтобы ты сидела и готовила, блять Вот тебе кухня, нахуй, готовь Хе-хе Че сделаем, да? Травы не нужны Сколько аптечек у нас? Ой, да хватает Короче, всего хватает В изобилии Я больше этого не вынесу Нет Эти пытки Эти мучения Что происходит? У тебя видение? Я вижу женщину Девушку Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Я ей ужасно больно Что? Она привязана к дереву Вокруг нее Целая куча крыс Они жрут ее живьем Нет Я не могу на это смотреть Они вгрызаются в нее Пожирают ее плоть Пьют крот Что ты несешь? Что за бред? Как же голодны эти крысы Ты не представляешь На что способна Голодная живая тварь Кулак на острове На зима Тысячи городских мышек Отправлены прямо в ад Там был и мой отец Что-то припоминаю Но ведь это было еще до войны Разве нет? Да какая разница, мышонок Прошлое Настоящее Будущее В глазах Крысиного короля Все едино Это ужасно Жаль, что твоему отцу Пришлось пережить такое Трехразовое питание Вот почему мы еще Не скатились до этих крыс Обезумевших от голода крыс Опять ты про своих крыс Я думаю, это его кинг такой Оказывается, нет Понятно Что-то, ребята, я тут пока Пиздел забыл Я спал или не спал Походу не спал Мне хуил еще здесь Пойдем-ка вздремнем Это сообщение Которое вы все видите Перед тем, как я сплю Типа я могу спасти Или вообще Идти в последнюю атаку Но это Вообще хуя Потому что Это показывало На десятом дне Или двенадцатом дне Если я не ошибаюсь Короче Давайте, кстати Оставим ее включенным Посмотрим Посмотрим, что будет Когда придем Так Я тоже Слушай сюда У меня есть просто Очешуительный план Ну да, конечно Звучит очешуительно Как всегда Вот только не надо Лучше скажи спасибо Что кто-то думает головой Пока ты там бегаешь В общем, слушай Думаю, пора Завалить их Самую главную шишку Умираю от любопытства И кто сегодня Возглавляет твой список? Барманная дробь Генерал Козлов Верховный Наровский выродок Прикончим его Пускай заплатят За то, что он сделал С моими друзьями Ну и за другие подлости Само собой О них тоже нельзя забывать Друзья У тебя Это что-то новенькое Очень смешно Этот урод и его прихвостни Прикончили моих друзей И не смей нахер шутить Об этом урод Ясно? Нас схватили Пытали Одному мне повезло Они избили меня И бросили умирать Пиздец Что там произошло? Раньше ты не хотел об этом рассказывать А пытки током Не то, о чем ты болтаешь Со случайными знакомыми Мы в пятером создали это место Зина Юра Люда И Игорь Твой тезка Мы были припятской пятеркой Уважаемые люди, между прочим Предоставляли им Товары и услуги первой необходимости Тем, кто в них нуждался Когда к нам заявились бойцы Нар Мы попытались Вести с ними переговоры Но для этого заплесневелого коммуняки Козлова Мы были просто бандой хиппий Анархистов И наркоторговцев Короче Скоро нам подвернется Отличная возможность Отомстить этому выродку Он будет выступать С пафосной речью Перед своей армией уродов На площади Ленина Звучит как отличная возможность Если убрать Козлова Он уже не сможет помешать нашим планам И заплатит за свои преступления Само собой Я сторонник чистой работы Но застрелить его Как какого-то оленя Было бы ошибкой Сначала нужно вытрясти из него Как можно больше Чтобы подготовиться к атаке Пароли, коды, протоколы охраны А вот когда он все расскажет Можно будет его прикончить Мы выдернем зубы крысиного короля Один за другим Козлов Один из самых острых его клыков Но сначала Нужно будет его допросить Его убийство сейчас перечеркнет все усилия Которые мы затратили на то Чтобы Выснать его планы Подробности о конце света И все прочее Соглашусь только с одним Козлов должен умереть Но у нас нет времени на игры Просто избавься от него по-быстрому И выбирайся оттуда Может он и заслуживает страданий Но возможно у него есть нужная нам информация Но единственный способ убедиться Что он не встанет у нас на пути Просто убить его Я считаю это правильнее всего Итак Что же сложное решение Я думаю этот эпизод будет назван Назван сложное решение Короче Думаю его надо схватить Потому что просто так его убить Если бы это была реальная жизнь Скажу так Его просто лучше убить Ликвидировать Чтобы потом не париться Но так как это игра И мы можем изменить наш выбор потом Давайте-ка попытаемся его похитить Козлов нужен нам живым Слушаю ваше предложение С этим я могу помочь Сейчас лагерь расположен в энергетике Бывший дом культуры Там два входа Главный вход Само собой хорошо охраняют А вот на боковой ставят только двоих Тебе это место знакомо, да? Угу Я жил здесь когда-то Хотя многое уже забылось Найти не сложно Но эти гады из Нар Чувствуют себя как дома Так что в главный вход Даже не суйся А вот через боковой Можно проскользнуть Там очень слабая охрана Это даже оскорбительно Так что это твой выход В смысле вход Козлов обосновался на верхнем этаже Когда окажешься внутри Наверняка легко сумеешь Проскочить мимо охраны Меры безопасности у них просто куром на смех Как и всякие фашисты Они сожрались Им не приходит в голову Что кто-то подберется так близко К тому же большинство будет слушать речь Козлова Если повезет Он их там всех усыпет Это прекрасная возможность Мышонок Слуга крысиного короля Останется один Он будет уязвим И ты нанесешь удар Настало время вселить страх Перед великим крысоловом В эти черные И сохшие Сердца Ладно, я готов пообщаться с Козловым Согласен Нам не стоит убивать Так как мы пропустили столько всякого смачного Вот, смотрите, ребят Я наставил тех Хуевин Которые убирают радиацию И оказывается, что это работает Прикольно, что можно видеть Где что получше Идем Так Кто из вас пойдет сюда Давай ты А сюда Отлично Пусть один отдохнет Я кое-что не сделал А это не собрал Наши овощи Все Овощи собрали Кстати, ребята Давайте вот это поставим Сюда Здесь оранжевое Не понял А, типа там не поставить Приятный такой свет А что если зеленый Приятненько Всегда лампу не ебануй Давайте выберем один, кстати У нас еще есть белый цвет Да, белый Подходит больше всего Приятно Так, ну здесь вот Ничего не ебануть За лестницей Попробуем Ага У меня есть идея Вот он Че Вот Сейчас прикольно Сразу видно Где лесенка Хотя Сука Ты Не очень Ты это Хорошо Подсвечиваешь Что-то поприятнее Так Люстра Тик Тик Ну-ка Если вот это Да Вот это Само то Смотри как светит Ну все Согласились со всеми Но пойдем мы Немножко на другую Миссию Потому что первым Делом Нас попросили С4 Это мы Ебаши Взрывчатка Я всегда знала Что в тебе есть Что-то взрывоопасное Профессор Хименюк Только будь осторожен Дорогой Иногда ты помогаешь кому-то А потом приходится За него отвечать Оуу Детка Во мне есть много Взрывоопасного За это И отвечать Не собираюсь 21 день Сашко Я на месте Да ты без проблем Найдешь его Наши первые ловушки Кажется я знаю Где это Так пиздуем По дороге Направо Потом прямо Еще налево И налево Все понял Давайте даже Не будем Использовать Эту хуйню Лучше будем Бегать с халашом Другое дело Хе-хе Опа Сука Не-не Не пали Не пали Не пали Чувак Все нормально Ох Взорвался Сука Остается Заебись Значит Мины Остаются Класс Ха-ха Еще Два Уработались Давай Поставим Еще Мины Так что Ребята Ставьте Мины Не бойтесь Полезная Хуйня Что я хотел проверить Радиационный фон Вроде Вроде Все пока В порядке Можем Еще Поставить Но Наверное Не стоит Черный Сталкер Да хуйня Него Ох Ох Заебись Мины Сработали Короче Да Оставьте Мины Не парьтесь Пекс Нам надо Вот сюда Нам надо вот сюда Я слышу Что я слышу Здесь где-то Вот эти Маленькие Твари Нет Берем дробовик Опа Что он Нахуй Набежим На него Блять Какая пизда Мы ставим Сколько же их тут Он Горбас Где-то Рядом Надо до Харбаса добраться. Этого убрали. Ни хуя ты не видишь. Хименюк, какая твоя психика ухудшается? Мы уже убили их там сотку наверно. Тикс. Ай, ебанюк, спокойно. Так, и по поводу хавчика. Так, Харбас, давай, давай мне что-нибудь. Ну-ка, стоять! Ты вроде говоришь, что у тебя есть? Что-то там говоришь. Один. Держи, это тебе. Мне брат. Братва форевер. Так, что Даша. Чуть противогаза. Для дробаша пойдет. И еды. Еды что-то вообще сверх до хуя. Или подождите. Да, еды до хуя. Да, еды до хуя. Патронов что-то слишком много. Но у меня бы без пистолета, конечно. Ой, точнее, если с пистолетом просто бегал, меня бы наверно тут расхуярили. Так, что за хуя. Харбас, слушай, так греет душу. Секс квас харбас. Харбас. Харбас, слушай, так греет душу. Не понял. Оно здесь. Где? А, вот оно. Сашко, я нашел коробку, но она пустая. Какие-то ошметки валяются и... А крысы могли растащить твои заряды? Вот дерьмо. Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать смесь с нуля, но для этого мне понадобятся ингредиенты. Только сначала надо разобраться с крысами. В смысле? Детонатор у тебя. Жми на кнопку. Это еще зачем? Чтобы отправить этих гадюнышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей взрывчаткой в брюхе. Притормози. Ты понятия не имеешь, где эти твои взрывающиеся крысы. Может они под полом или в стенах. Я не питаю тайной любви крысам, уж поверь. Но это просто глупо. Да взъебем их нахуй. Ладно. Отправляйтесь к великому крысолову. Мои пушистые друзья. Жалко, таракан этого не видит. Хе-хе. А ни хуя. Хе-хе-хе. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Охренеть! Ничего не случилось. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но блин, Игорь Хеменек. Профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я... Я уже даже не удивляюсь. Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего храброго партнера. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Так, где-то вот тайник. А, вон он. Пойдем сюда. Так, кстати, если кто не знал, как С4 взрывается, там определенный ток. По-моему, под определенными волнами это не просто ток, а там прям определенный разряд должен через него пройти, чтобы он взъебался. Вот. И просто так детонатор сжимать, он бы ни за что не взорвался. Поэтому я и решил так сделать. Хотя мне больше интересно было, чем что-либо иное, но... По мере возможности это было хорошо. Мир и счастье детям всей земли. Да, мы были здесь уже. Что-то я, короче, там слыхал, писал, что ты можешь переделать все твои выборы, чтобы как-то добраться до истины. Но, честно, не хочу это, блядь, дохуя делов. И как-то непонятно, зачем я буду свои выборы переделывать. О, походе, пидорасы, я же поставил там мины. Смотрите, заточьтесь и обыщите территорию. Смотрите, нет ли где взрывчатки. Сашко, я нашел здание. Но тут полно бойцов нар. Похоже, они знают про тайник. Есть идеи? Эх, говнюки. Наверняка они меня еще раньше высредили. В следующий раз предупреждай, будь любезен. Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Спасибо, но... Смерть преживается. Сигнал пропадает. Иголь, поменяй. Хуя ему, ебанок. А ты, сука. Ух, всем хатшоты сегодня. И тебе хатшот, и тебе хатшот, и тебе хатшот, и тебе хатшот. Как оправынфры. Всем хатшот сегодня полагается. Вот тебе еще руку отсрели. И хатшот тебе полагается. Хе-хе-хе. Так. Приколов-то. Минус ставим ловушки. Мало ли когда еще пригодятся, так ведь? Классно сделано. Они во всех играх должны сделать какое-то подсвечивание, чтобы хотя бы ты мог найти, что где там валяется. О, помните здесь. Короче, какая-то была зеленая хуйня, а нам туда не надо. А, вот он он. Гуляй. Гуляй. просто так не получилось кто мне палит вот и где шо быть я уберем нет не уберем цыгане блять цыгане атакуют нахуй башку и хотел упасть а блять вас разношу хуи путала я нашел твои ингредиенты круто ты что шутить пытаешься ну пытайся дальше ваш 51 для рельса наверно сделаем двух пистолета прям дохуя все делаем для рельса определенные патронаж добавим а еще смотрите 4 пластины ну ладно сделаем еще то что нас будет защищать поехали бубик ебучая машина ты просто все выживешь всех нас переживешь бля поставая игру на паузу на секунду нахуй пришел пизды дают а я сдох ах ты сука блять а так где же мы остановились капец отошел я на минуту называется твои поиски подходят к концу кто знает что нар теперь с тобой сделать а вот он лучше тебе не знать что они для тебя текущая контрольная точка вас всегда принесет базе на где он нам надо выбираться это не самый лучший вариант глава просто раскалывается где нужно найти генератор порталов значит мое снаряжение в главной палатке да это все круто не надо твое снаряжение нам блять пиздец пришел случайно капец вот так отойдешь отлить взрывчатка я всегда знала что в тебе есть что-то что-то взрывное чиказа жесткий вам так скажу отходите от игры обязательно ставьте на паузу черный пидорас придет и он вас застрелит хуепутало ебаный я даже не ожидал поэтому всегда стараясь игру на паузу и ставить давай уже грузить все прошли всего отлично если что пишите в комментах мне очень интересно какую еще и вы игру играли где вы ушли без паузы и вам пришел пиздец и причем это было очень неприятный такой пиздец до сохранения давай ты чё странно еще никогда такого долгого я не видел продолжение кстати у них реально так нормально должно работал работать было до этого блять неужели игры пиздец пришел короче игра походу косикнула и сейчас бесконечная загрузка идет впервые что мы видим ну ладно так скажу ребята на этой ноте закончен наш очередной выпуск все нормально придем обратно придем дадим всем пиздюлей сохранение есть и всем радиоактивного бобра и всего самого лучшего до следующего выпуска счастлива